Работаю в Москве в Боткинской больнице по мягким мануальным техникам проходили мы в конце апреля, в мае, в мае точнее, и сейчас вторая ступень, и очень нравится. Много пациентов приходит, которые, скажем, остаются без врача. На плавные приемы приходят очень сложные порой пациенты, потому что их направляют из районной поликлиники. Ортопедов в районных поликлиниках нет, у нас, по крайней мере, в Москве, и занимаются этим хирурги. Хирург, он в этом мало чего понимает и направляет к ортопеду. Когда ортопед тоже говорит, я не знаю, что делать, и пациент идет домой, в никуда дальше ищет своего специалиста. Вот такой, получается, замкнутый круг. Проблема остается нерешенной. И поэтому, я думаю, что было бы здорово, если бы было. Я своим коллегам уже рекомендовал, даже. На себе многие техники были проверены, это работает, помогает. Вот сейчас мы осваиваем уже работу суставные техники различные. Из мягких мануальных техник работа на мышцах, поперечный массаж, функциональный массаж, постизометрическая релаксация. Ну, уже начал внедрять, пациентка была, она обошла 5 травматологов, вот все у нее болит, все говорят, все у тебя с коленом в порядке, но никто не провел пальпацию, не провел диагностику, не посмотрел, что это просто энтезопатия. То есть, проблему в месте фиксации сухожилия, прикрепление сухожилия. И, соответственно, за нескольких сеансов удалось ее просто руками без каких-то дополнительных мероприятий вылечить. Смогла ходить без боли, то есть, просто без каких-то таблеток. Мне нравится очень как хорошо организованно, нравится классный интерьер. На самом деле даже вот взять хотя бы те же столы, которые регулируются, это очень важно. Как преподаватель, наверное, максимальную оценку можно поставить, потому что он умеет держать, скажем, наше внимание, не дает ему рассеиваться. Ну и самое важное, это его подход. Мне кажется, наиболее правильно, когда дается небольшая теория, сразу за ней практика. Теория-практика. Есть, по-моему, третья и четвертая ступень. Ну да, необходимо, планирую пройти обязательно.